Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре состоялся фестиваль журналистики «Пресса-2022». Он по традиции прошел в одном из любимых мест отдыха горожан в Струковском саду. Около 30 площадок, которые организовали ведущие СМИ региона, представили свои концертные программы. Фестиваль в этот раз посвятили Году культурного наследия народов России и Самарской земли. Чем удивила гостей площадка телеканала «Самара ГИС», расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сила в единстве народов и сохранении традиции. Под таким девизом прошел 27-й фестиваль средств массовой информации в Самаре «День прессы-2022». Свою концепцию «Дружба народов» представили почти 30 площадок ведущих СМИ региона. На каждой из них побывали губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова. Как у вас настроение там? Хорошо. Почетные гости поздравили работников телевидения, радио, интернет-ресурсов и печати с профессиональным праздником. Поздравляю вас с праздником. Я уверен, что такие праздники объединяют людей. Действительно стирается граница между телеведущим и зрителем, между средством массовой информации и всеми, кто с благодарностью воспринимает вашу работу. Я рассчитываю, что вместе, объединив усилия, мы, конечно же, преодолеем все сложности. И наша страна, наша Самарская область будет краше и сильнее. Мне бы сегодня хотелось сказать огромное спасибо нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что действительно все эти годы мы вместе. Спасибо нашему мэру Елене Владимировне Лапушкину. Она очень скромный человек, она трудяга, она не любит произносить речи, она просто честно относится к работе. И мы видим, каким красивым становится наш город. Спасибо за поддержку нашего фестиваля, спасибо всей вашей команде. А команда телеканала «Самара ГИС» устроила для гостей своей площадки настоящий межнациональный праздник под аккомпанемент муниципального духового оркестра, который исполнил музыку всех народов, проживающих на территории региона. ГИС со дня своего основания и наш оркестр, мы всегда в контакте, всегда дружим, всегда друг друга поддерживаем. И лучшие программы наши были уже показаны и, надеюсь, будут показаны на ГИСе, который смотрит вся Самара. Наши добрые пожелания журналистам, творческой группе всего ГИСа. Калейдоскоп ярких образов. Здесь и зажигательные русские народные танцы, и выставка еврейской моды, и традиционные мордовские напевы. Радуем наших дорогих гостей города нашим репертуаром, костюмами, настроением и показываем в свою солидарность наше мирное существование на этой земле сегодня. Покорили гостей площадки напевы древнего армянского инструмента дудука. Это релакс, это все хорошее, поверьте мне. Это расслабление, это эмоции, это жизнь. Самара – многонациональный город. Очень приятно выступать со всеми. Сегодняшнее мероприятие я считаю очень полезным для города, для страны, для всех живущих в Самаре. Ведущие праздника постоянно разыгрывали призы от партнеров телеканала. Курасина. Еще версии есть? Это и конкурсы на площадке, где гости моментально получали сертификаты на картинг от Крэйзи-карты, сладкие подарки, кукурузные палочки, рузик, лимонады от АО «Жигулевское пиво», а также сертификаты в стоматологическую клинику «Эденталь». Были также розыгрыши в социальных сетях. Фотографируйтесь на площадке телеканала «Самара ГИС», подкрепляйте фото хэштегом своих «Не бросаем Самара ГИС» и выкладывайте в свои социальные сети. Мы отберем лучшие снимки, наградим авторов картой фитнес-клуб «Пескультура». Билетами в театр, камерная сцена. Торопитесь! Для детей на площадке организовали мастер-классы. Дети приучаются у нас к народному творчеству. Делают вот такие работы. Гости фестиваля танцевали и веселились в сопровождении энергичного хомяка Рузика. Прекрасный праздник! Настроение прекрасное! И пусть эти праздники будут как можно чаще, для того, чтобы на душе было тепло и уютно. Войдя в парк, мы уже все в движении танцуем. Люблю эти события. Каждый год стараюсь посещать его, потому что очень интересно и очень ярко, красочно. Завершился праздник награждением победителей фестиваля. Площадку Самара ГИС традиционно признали одной из лучших. Жюри оценило вклад телеканала в жизнь города. Напомним, что сегодня Самара ГИС – это один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши сообщения в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей. А просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. Самара ГИС – включись в жизнь города. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Константин Головин. События. Одновременно древний и новый праздник труда – Сабантуй провели в Самаре. В переводе с тюркского «Сабан» означает плуг «Атуй праздник». Раньше татары и башкиры отмечали день плуга в честь начала весенних полевых работ в конце апреля, теперь же в честь их окончания – в июне. Конечно, с течением времени праздник изменился. Как его отмечают сейчас, мы расскажем далее. Праздник плуга или Сабантуй – день, когда воедино сливаются красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. В старину татары и башкиры отмечали так окончание полевых работ, а теперь это больше традиция. Поздравить жителей и гостей Самары с национальным праздником приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они попробовали традиционные угощения и посмотрели работу площадок. Поздравляю вас с замечательным праздником, праздником многовековым. А Самарская земля бережно хранит традиции, заветы предков. И я очень рад, что праздник, день плуга Сабантуй, собирает традиционно здесь, в парке Гагарина, людей разных национальностей, разных вероисповеданий, людей, объединенных одной заботой о родной земле. Одна из традиций Сабантуя – проведение национальной борьбы кереш. Это вид спортивного единоборства на кушаках. Цель борца – положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. Изюминкой праздника стала выставка блюд татарской кухни. Гости смогли попробовать традиционный чак-чак, натх и многое другое. Мы радуемся, что проводится каждый ежегодно Сабантуй наш национальный татарский праздник, где у нас есть возможность увидеться с родственниками, знакомыми, посмотреть концерты, выступления талантливых артистов. В этом году в Самаре Сабантуй отметили в 33-й раз. На главной сцене праздника выступили народные артисты Республики Татарстан, коллективы из Ознакаевского района Татарстана, а также ансамбли Камышлинского, Похвестневского районов Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира, кандидаты и мастера спорта. В минувшие выходные российская армия пополнилась спортсменами-новобранцами. На площади Славы в Самаре прошло торжественное принятие присяги на военную службу в спортруте ЦСКА. Одновременно в ней участвовали призывники из пяти регионов дислоцирования. С подробностями Михаил Ермоленко. На площади Славы 193 призывника из разных регионов России. Впервые вместе собрались участники пяти спортивных рот страны, чтобы принять присягу. Спортроты – это уникальное явление, которое зародилось в середине прошлого века. В 2008 году подразделение упразднили, но сейчас оно вновь переживает подъем. Спортивные роты возразили в 2012 году указом президента Владимира Путина. С того момента молодые спортсмены на особых условиях проходят военную службу. Успехи представителей армейского клуба – визитная карточка российского спорта. Служить в спортивных ротах Вооруженных сил Российской Федерации ответственно и почетно. Вы являетесь неоспоримыми примерами для подрастающего поколения. Истинное патриотическое воспитание детей и подростков, повышение интереса граждан России к физкультуре и спорту – это одна из важнейших стратегических государственных задач. Я уверен, что все те, кто сегодня принял присягу, достойно будут нести знамя армейского и российского спорта. Поэтому я вас поздравляю, хотел пожелать вам здоровья и удачи на спортивных аренах. С честью и достоинствами счастья наши результаты и нашу страну на международных соревнованиях. Среди заступивших на службу в спорт роту ЦСКА победители и призеры Олимпийских игр, кандидаты и мастера спорта, чемпионы мира и Европы. Для призывников служба в спорт роте – это возможность отдать долг родине, не бросая тренировок, а напротив, улучшая как индивидуальные, так и командные показатели. Я один катаюсь, я одиночник, а тут мы действительно работали две недели на то, чтобы быть таким единым организмом. Ну и мне кажется, что у нас в целом получилось. Ощущения непередаваемые, как в этой жизни первый раз такое. Почувствовал соответственность, гордость за страну. Во время службы спортсмены практически наравне с обычными призывниками проходят курс молодого бойца, причем не отрываясь от тренировок. По словам командира спортивной роты ЦСКА, которая базируется в Самаре, введение в военную службу проводится в ускоренном режиме, как правило, в течение двух недель. Личный состав изучает азы, так называемую военную азбуку. Это элементарные строевые приемы на месте, в движении, с оружием, без оружия. Это общевоинские уставы, это основы безопасности военной службы, это огневая подготовка. Личный состав обучается владению своим штатным оружием, выполняет первые упражнения начальных стрельб. Ну, собственно, все самое необходимое, самый необходимый минимум. На площади Славы во время торжественной церемонии принятия присяги на военную службу заступили 193 человека. Уже на этой неделе они отправятся отдавать долг Розине в составе Центрального спортивного клуба армии. Военные штабы этого подразделения дислоцируются в городе Балашиха Московской области, в поселке Ватутинке, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Самаре. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. В новом формате еженедельное рабочее совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной провели в здании Центральной городской библиотеки имени Крупской. Среди вопросов, которые обсудили, координация работы по включению горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и подготовка Самары к летнему спортивному сезону. Все подробности далее. В день русского языка, который традиционно отмечается в день рождения Пушкина, чиновники Самары собрались на совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной не в мэрии, а в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Здание модернизировали в прошлом году по нацпроекту «Культура». Точно так же в городе уже обновили библиотеку народов Поволжья, библиотеки на аэродромной и Паново. Теперь это не просто залы для чтения, но место для комфортного проведения досуга и даже деловых встреч. Проводят технические работы в нашем конференц-зале, и мы подобрали для оперативного совещания библиотеку имени Крупской. Не все сотрудники администрации видели, как она преобразилась. Есть возможность в том числе здесь обсудить и рабочие моменты. На совещании обсудили координацию работы по включению горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями. Специалисты проводят опрессовку тепловых сетей Центральной отопительной котельной. По этой причине до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города – Октябрьском, Советском, а также частично в Железнодорожном. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных при опрессовке повреждений. Мы видим прекрасно, что в социальных сетях идут жалобы, когда не вовремя включаются, не тогда, когда обещали включить горячую воду. Разбирались в ситуациях, где-то это действительно порывы на сетях, где-то это не доработали управляющие компании. Еще раз договорились с главным внутригородских районов о том, что они в обязательном порядке и всю оперативную информацию будут доводить до жителей, чтобы люди понимали сроки проведения тех или иных работ. Также на совещании обсудили летнюю спортивную программу. Все лето будут проходить соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». До 10 тысяч человек смогут принять участие в акции «Самара в движении». На первой и второй очередях набережной будут организованы бесплатные занятия по фитнесу, йоге, стретчингу, зумби и другим видам спорта. В рамках акции «Приходи на пляж, поиграем». 12 июня состоится городской фестиваль «Королева спорта». 30-31 июля запланировано соревнование по пляжному футболу и волейболу. 6-8 августа – марафонский уикенд «Соколь и горы». 13 августа – спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и легкоатлетический забег «Огни Самары». Ну и главное спортивное событие в нашем городе состоится 21 августа – Самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Привлекает ежегодно огромное количество участников с разных уголков нашей страны. В этом году мы ожидаем не менее 5000 участников. Этим летом в Самаре будет организовано более 100 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом до 60 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. В Самаре больше не требуют надевать маски в общественном транспорте. За время действия масочного режима, а он из-за пандемии коронавируса продлился почти два года, провели не одну тысячу рейдов по выявлению нарушителей и составили примерно столько же протоколов, как возвращение к обычной жизни восприняли самарцы увидел Сергей Кизоркин. Уважаемые пассажиры, разрешите пожелать всем доброго пути. Мы два года почти проверяли, как маски все носят, что их нужно обязательно на себе всю поездку сохранять. Ни с кого больше не будем требовать носить эту маску и сохранять до конца поездки. Я счастлива, что мы наконец-то можем снять ограничения и жить, как жили до этого. Два года назад до всех этих ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Я честно меняла маску каждый день, потому что это была необходимость. И я счастлива, что больше этого делать не надо. Есть чувство свободы, но все равно как-то непривычно маску в охоту одеть, когда входит в магазин или в другое общественное место. Носить или не носить маску в общественном транспорте – теперь выбор пассажира. Пока по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова масочный режим в регионе приостановлен на неопределенное время. Почти за два года ограничений из-за пандемии коронавируса совместные рейды Департамента транспорта, перевозчиков, полиции и контролеров совершались более 5000 раз. Составлено более 2000 протоколов об административном правонарушении. Было всякое. Нам встречались пассажиры, которые носили маску без каких-либо замечаний и вслух говорили о том, что это важно и нужно. У кого-то маски нет, достают запасную, делятся, помогают, дают своему какому-то соседу. Встречались и другие пассажиры, те, кто категорически возражал против ношения масок, кто говорил, что этого требования быть не должно и я его выполнять не хочу. Ну вот именно эта категория у нас в 2000 протоколов собственно и попала. Тем не менее, забота о здоровье пассажиров в общественном транспорте продолжается. Перед выходом в рейс автобусы, троллейбусы, трамваи и метро отмывают до блеска и дезинфицируют. Особенно поручни, сидения и валидаторы. Рециркуляторы, которые мы установили в прошлом году на всем подвижном составе, продолжают работать. Он работает в автоматическом режиме с момента завода автобуса и в течение всего рейса. Масочный режим в Самарской области может быть возобновлен, если изменится санитарно-эпидемиологическая обстановка. А пока на бортах общественного транспорта решено оставить объявление о ношении масок. Правда, теперь мера носит рекомендательный характер. Некоторые пассажиры все еще волнуются за свое здоровье и готовы и дальше носить маски в общественном транспорте. Все-таки большой город, небезопасный. Мы уже научены горьким опытом. Пережим обувь бережит. К счастью, мы этот период пережили. Хочется надеяться, что мы эту страницу перевернули на совсем и из приостановки масочного режима к его возобновлению. Надеюсь, мы уже не вернемся. Но если что-то случится, не дай бог, у нас вся работа налажена. Мы в любой день готовы снова выйти в эти рейды. Сотрудники контрольно-ревизионных подразделений транспортных предприятий по-прежнему будут встречаться в общественном транспорте, проверять работу экипажей и выявлять безбилетных пассажиров. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Сегодня во всем мире отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Даже дождь не стал помехой для почитателей таланта великого русского поэта, которые решили отметить праздник в одноименном сквере сегодня. На торжественном мероприятии побывал и наш корреспондент Анатолий Головко. С момента появления на свет великого русского поэта прошло без малого 223 года. Уникальное наследие, которое оставил после себя Александр Сергеевич Пушкин, оказало огромное влияние не только на формирование русской, но и мировой культуры. Его стихи знают наизусть, а отрывки произведений расходятся на цитаты. Сегодня в Пушкинском сквере собрались певцы, музыканты, художники и артисты, которые согласились с утверждением Аполлона Григорьева о выдающемся таланте и невероятных способностях поэта. Ведь Пушкин действительно наше все. Это именно та фигура, которая объединяет разных людей по вере, по национальности, по неким взглядам на жизнь. Но есть вещи, которые гуманные, которые благодаря таким людям, как Александр Сергеевич Пушкин, они становятся, как говорится, традиционными и давлеющими. Сегодня все очень совпало и нам приятно, что к 35-летию Пушкинского общества Самары сегодня организован вот такой красивый, очень выразительный праздник. Питерская погода не напугала настоящих почитателей таланта Александра Пушкина. Напротив, лишь добавила колорита. Свидетелями празднования годовщины в одноименном сквере стали представители разных поколений. Я об этом знала давно и независимо ни от какой погоды я все равно бы пришла на этот великолепный праздник, потому что я знаю, что сколько сил положили у строителей этого праздника, чтобы он состоялся. Я думаю, это не подлежит забвению какому-либо и все будут помнить. Торжества, приуроченные к дню рождения Александра Пушкина, прошли на различных площадках города. В библиотеках и музеях комплекса звучали отрывки из классических произведений поэта. Также культурные мероприятия провели на открытом воздухе. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. В Самаре стартовал фестиваль единоборств среди юниоров Кубок губернатора Самарской области. За право назваться лучшим в своей возрастной и весовой категориях поборолись почти тысячи участников. Насколько зрелищным получились бои, увидел Михаил Ермоленко. Тэквондо, джиу-джитсу, кикбоксинг. Таких баталий в обновленном Самарском дворце спорта еще не видели. Впервые в городе прошел детско-юношеский фестиваль единоборств Кубок губернатора Самарской области. За награды поборолись юниоров в возрасте от 6 до 17 лет из 21 региона страны. Среди участников фестиваля и представителей Казахстана. На соревнованиях выступили 983 спортсмена. Ребята, которые готовы постоять за себя, уверен постоять и за своих близких, за свои идеалы, а значит и за нашу страну. В этот особый период, когда наша страна сталкивается с вызовами, которые бросают нам недружественные страны, конечно же, значение спорта в целом возрастает. Отличительной особенностью фестиваля стали показательные бои спортсменов-представителей разных видов единоборств. Так, например, в схватке сошлись тэквондисты и кикбоксеры. Многие из них действующие чемпионы России. Организаторами фестиваля выступили правительство Самарской области, региональная федерация тэквондо и один из самарских клубов единоборств. Специальный гость на открытии – двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон. Я очень рад быть здесь. Это мой второй раз в Самару. Это много добрых людей здесь. Очень спасибо. Приглашение меня. Спасибо. Как отметили участники соревнований, такой открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства. Гости фестиваля надеются, что он станет традиционным. А президент Федерации тэквондо России и Российского студенческого спортивного союза Сергей Сайранов выразил уверенность, что турнир позволит стереть границы между городами и странами, людьми и между различными видами единоборств. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Самары Вести с Дворянской сообщают, что самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером. Подведены итоги 20-го всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей троллейбусов. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо. В Омске практическая часть конкурса проводилась на Соборной площади, где не только амичи, но и гости города смогли по достоинству оценить профессионализм конкурсантов, в том числе и нашего земляка Сергея Василенко. Он уступил лишь Светлане Нечапаренко, которая представляла команду принимающей стороны. Глава администрации Ленинского района Самары Елена Бондаренко рассказывает, какие работы по благоустройству идут в районе. Проводится уборка мусора, покостровая пиловка деревьев, подрядчики ремонтируют заборы на въездах во дворы частных домов, установленные к Чемпионату мира по футболу. Информация подкрепляется фотографиями. Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова в телеграм-канале сообщает, что фото, на котором изображены лебеди, побеждает в конкурсе на лучшие фото недели. Оно называется «Изящные новоселы парка на Металлурге». Напомним, там поселились шесть прекрасных птиц. В городе проходит конкурс на выбор их имен. До 12 июня свои предложения можно размещать в аккаунте администрации города в соцсети ВКонтакте. В комментариях под соответствующим конкурсным постом можно использовать имена героев из фильмов и мультипликации. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова